ДИАЛОГ ЗУЛАДА Администрация президента Беларуси протягивает выездные приемы грамадян в регионах. Завтра за 11 до 13 годину Добрышским райвыконками прием проведе помощник президента, инспектор Пагомельской области Юрий Витольдович Шулейко. Работа в таком формате да помогает снасти основные проблемные пытания и оперативно вырошить их. Так само гэта махчимасть проводить мониторинг ситуации на местах. Тым часом пытания, связанные со сферой энергетики, а так само землекористанием, оказались в центре уваги под часу встречи наместника премьер-министра Беларуси Владимира Сямашки с жахарами Светлогорска. Люди отримали отказы от поведной службы доручения. Репортаж Димитрия Котова. Первые сироты, кто записался на прием, – члены садового товариства «Лясное». Свои земельные участки, размещенные под высоковольтными линиями электропередач, жахары Светлогорска отримали у аренду еще в 1982 годзе. Тогда небеспечное суседство никого не хвалявало. Ни мясовых уладов, ни самих землекористальников. До пытания безопасности звернулись только в 21-м стагодзе. Людям пропонуют вызвали земельные участки до листопада этого года, сшим яны категорично незгодные. Когда тогда давали, нам никто не говорил, что это, вот мне было 38 лет, и никто не говорил, что это убьет меня, что это вредно. У нас есть устав на это, ну, на общество. У нас есть написано в том уставе, что мы имели право, что не имели право. Да, капитальное строение мы не имели, но домики строительные у нас написано можно. Кусты, деревья, косточки, там, каких-то садить, ну, невысокие. Першопочатковый термин аренды без права протяжения заканчивается в 2019 году. Однако потом расшение мясовых уладов изменилось, и вызволить участки уже необходимо, значительно ранее. У якости альтернативы людям пропонуют выбрать из 2000 покинутых огородов. Такий вариант членов садового товариства не задовольняя. Приводить в парадок невыкористовуемую долгие годы землю уже не дозволяя взрослых и здоровья, а наймать специалистов для их дорого. Просьба до наместника премьер-министра вернуть першопочатковое решение об аренде до 2019 года. После чего люди доброхотно готовы и покинуть свои земельные участки. Отказ члены садового товариства отрымали станучи. Владимир Семашко отзнашает, что это пытание можно было вырешить и на мясовым узровнем. Есть же правило такое. Власть должна власть. Власть в том ценится, что если сказал вот так один раз, то так и должно. Ну и сказали, что это от 2019 года будет. Зачем людей баламутить и расстраивать. Вот сказали до 2019 года, а потом через пару лет принимают решение, давайте мы 2017 годом ограничимся. Ну это людей раздражать. Суть же вопроса была в том, что мы понимаем, что рано или поздно уходить надо оттуда. Ну и потом нам уже возраст 73 года, как сказала эта женщина. Значит, дайте мне до 2019 года добыть, а потом потихонечко оттуда и уйду. А кроме этого, Гажихары Светлогорска на приеме у наместника премьер-министра узнимали пытания оплаты коммунальных послуг за жилые помешкания, у которых никто не прописаны, перепады у электрозабеспечения и отримания патента на выноходничество. Усе свороты взяты на особистый контроль у Владимира Семашки. Люди приходят своими жалобами, предложениями. Конечно, надо по максимуму в пределах законодательства, в пределах возможности бюджета и так далее помочь. Не обещали невыполнимого мы договорились так, чтобы власть осталась довольна, так что это нормальное решение, компромиссное. И люди понимали, что это все то, что можем сделать сегодня для них. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, отель радиокомпания «Гомель» со Светлогорском. Господарки Гомельской в области сегодня завершили кайзь бушмада годовых травм первым укосом. Сельская господаршая организации региона скасили травы на площадь около 120 тысяч гектаров. Некоторые за господарок уже приступили до кайзь бы травм другим укосом. Их необходимо будет убрать на площадь 84 тысячи гектаров. По объемах нырыхток и травянистых кормов в области лидируют господарки Гомельского, Житковицкого и Лоевского районов. Протягиваем выпуск. В Гомельском районе автомобиль Киары насмерть сбил пешахода. ДТЗ отбылось 17 червяне у первой години ночи на автодорозе до Угалесия-Стукачоука. На третьем километре трассы 26-годовый водитель учинив наезд на пешахода, який рухался по левым краю проездной частки. На сустраж автомобилю не был обозначен светлоотбивальными элементами. А дотрыманных травм у 50-годовый пешаход помер на месте здарения. Як поведомили у ДАИ на территории Гомельской области, за минулые дни было зарегистровано 67 дорожно-транспортных здарений, у яких три человека загинули и пять отрымали телесные пошкоджения. Пожар со смиротным заходом зарегистровано у неотдели у Хонницким районе. Трагеда отбылась у леса побачь звездкой Дубровица. До супрацовника у Хонницкого районного отдела МНС у 15.30 поступило поведомление об узгорании металличного вагонщика. Коли вырытовальники прибыли на место здарения, он был полностью охопленный полами. После ликвидации пожара под будавнишими конструкциями был знайденный труп мужчины 1958 года народжения, рабочего Васильевецкого пункта открытого акционерного товариства «Гомельдреу». В результате пожара сгорел металлический вагончик, причина пожара устанавливается. По факту гибели мужчины проверку проводит Хонницкий районный отдел Следственного комитета. Нагадаем, что с завтрашнего дня на территории региона будет проходить комплексная проверка автоматизованной системы централизованных оповершений громадянской обороны с заключением электросирен. В период проведения проверки МНС просит заходят спокой, заставаться на своих местах, уважливо слухать поведомлений диспетчера. До 1-го века мальпалова школы региона будет обсталявана системами видеоназирания. Главная увага при подрыхтуции до нового научного года без спецедзятей во установах аддукации. В областном центре, например, практика выкорыстания систем видеоназирания денежания не первый год. Зараз имя обсталяваны 75% школ Гомеля. Плануется расповсюдживать таки вопыты на территории в области. Гытым летом видеокамеры з'явятся маль у кожной другой установе средней эдукации. В области для подрыхтовки до нового научного года с бюджета будет накеровано больше 6 миллионов рублей. Основная частка будет выдаткована на ремонтные работы. Продоглежена так само набытью автобуса, компьютерной техники и обсталявания для харчблоков. Плануется, что пашпорты готовности установы аддукации региона будут отриманы не позднее за 15-е жнивня. Три пляжи региона закрыты для купания. Такую информацию огучили областным центром геиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Забарона обвешана на городском пляже города Нароли, на пляже Каскада областным центром, а так само у Мазыры. На левой береже раки Припять от автомобильного моста до речи широки Мерлявіцы. У воде на гэтых участках концентрация кишечной палочки перевышает гигиеничные нормативы. По словах специалистов, гэтый показчику основным залежить адумов на дворья. У Вогулі с початку червеня проведены лабораторные доследования о маль 230 пробов воды з усіх официнных пляжу региона. Информация про безпечные для купания месты обновляется что тыдень. А отримать ее можно у территориальных центрах гигиены, эпидемиологии, а так само на сайтах гэтых установ. Еженедельно наши специалисты выезжают на водные объекты и осуществляют надзорные мероприятия. Контроль за санитарным состоянием самого пляжа, затем осматриваются контейнерные площадки, наличие лежаков и так далее. Вопросы санитарно-технического состояния. Обязательно еженедельно берутся пробы воды как эксплуатирующими организациями пляж, так и нашими специалистами. У минулые выходные зафиксован один з перших с початку лета выпадка гибели на воде. У раце СОЖ патанул 19-годовый гамельчанин. Разом с приятелем он прогуливался неподалеку от пляжа в районе Шведской горки. Коли 10-ти годин вечера, я го товаржи зауважу, что сябр зник. После протяглых в пошуку у раце тела загинувшего знайшли только ранницей. Зараз проводятся экспертызы, які дозволят установить причину смерти. Конкурс «Прыгажості» и Грацы «Місмедыцинская краса-2017» прошел у Гомельским областным клинічным шпиталі инваліда ойчинной войны. У споборництві прайняли удел 10 супрацівниц установы. Організатор конкурсу – Центр моды и «Прыгажості» «Хрустальная нимфа». У мая отбуйся кастинг, по выніках якого отборы пройшли 10 конкурсанток. На протягу трох тыдню яны працавали с профессийными хореографами и выкладчиками по дефиле. В подобных мероприятиях не участвовала, особенно, что касается цифрилея, нет. Поэтому что-то новое, опыт новый, новые знания, навыки – это интересно. Конкурсантки новыдатно справились с хваляванием и достойно выступили. По выніках усях конкурсных испытов титул «Місмедыцинская краса» отрымала Анастасія Семяненко. Гомель 25-го червня означат «День молоді». Святошні концерты отбудіться на пляцовце каля лядоваха палацца. На головной сцене выступяті лепші хореографічні колективы і солісты обласного центра. Со святом гомельшан повіншують популярны кавер-бэнды, спеціальні гості – те і діджей Даня. А кріме таго, на пляцовце пройдуть спортивно-забавляльніе мероприємства, буде працаваць выязный гандаль. Дзевятый обласнын туристичный взлёт «Палецкая вясёлка» прошу в Мазырскім районе. На березі Прыпяти палаточный городок разгорнули 13 команд з розных регіонів Гомельській області. У дзельнікі злёту – люди з обмежаванными махчымастями. Дзейх вельмі важна провісті некалькі дзён на природі, сустрець старых сяброў і завязаць новая знайомствы. Про цях темы – ў сюжеті наших мазырскіх каляг. Сё літа «Палецкую вясёлку» організаторы вырэшылі прасвятіць таймі рыбалкім. Сама атмосфера злёту гэтам ўспраяє. Трэба ўнесті толькі крыху свайго креатыву. Выхаванка дзяленья дзённого знаходження для інвалідаў з калінкавічаў Марына Баранова ў в образі золотой рыбкі. Марына – турист бывалы, імкнецца не прапускать ні одного мероприємства. Для яе гэта махчымась на някалькі дзён выкліць з ракі будням і окунуцца ў морапозитиву. Мені очі нраўіцца, я пачті з перого дня садання цього турслёта. Тут весёлі рэбята, дружны колектив, каторый здеў выступаў. Потім мы смотриў фотки, видео, очень інтересно, вспоминаю, как-то, ну, сплакнём. Мазырская команда выбрала для себе назву «Сталкерам». У сваёй презентации молодые люди вырэшылі звернути увагу на тему наступству авары на Чарнобыльской АЭС. Мы назаўамся команда «Старкеры». Я очень рад, шо я праехал сюда шестой раз, в этот раз, і шоб увидеть много старых друзей. И я смотри, сёдня праехали новые лица. И это не зра, мы сёдня встретились, мы долго сабираліся і, наконец, сабраліся. Гэта ўжо девятый поліку туристычный взлёт «Палеская весёлка», што ход меропраемства проходзіць ў тымже месты і ў той же час в Мазырскі район «Чарвінь». Мы очень рады снова, што это мероприятие случилось. Всё время там у нас були такие, ну, може б, не больші нюансы с погодой. Мы боялись, што не сможем приехать. Ребята очень волновались. Вообще мероприятие такое, ну, требует большой подготовки серьёзной. Но всегда море эмоцій у ребят. Всегда масса положительных впечатлений. Очень приятно встречать старых друзей. Ребята тут, ну, не просто отдыхают, да, а это действительно то мероприятие, которого ждут. Туристичный взлёт – это не просто пассивный пашинок на природе, а это с паворництвом. Придумать себе назву, подрахтовать презентацию лагера, оборонить её, а ещё показать, на что здоль нау плане кулинары. Мы решили испечь леща, которого словили в своей реке Днеб. Команда из Лоева. И вместе с воспитанниками мы его приготовили на костре. И хотим сегодня преподнести всем гостям, которые здесь находятся. Головный приз туристичного взлёту «Палецкая весёлка» сёлят отремала команда Лоевского района. Перемога безумовно приемная. Але куды больше каштовны для удельника взлёту махчамость наладить добрые относины с іншими людьми. Виктория Синицкая, Светлана Грудько, Юрий Горобец, Телеканал Мазыр. Национальная температура по ветру в складе – плюс 25 градусов. До конца ты дня дожжи не прогнозуются. Дзённая температура захавается на узровне 20-25 градусов. Гэта инши новины вы можете знайти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры «Спортывный агляд». З новинами спорта у вас познайомить Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин